ну что я выпил немного кофе сейчас я выпью джинджер шот из манго маракуйи и джинджера здесь 7 шотов в одной бутылке и стоит она 4 евро чуть больше прикиньте я за три франка вот такой вот швейцарии покупаю правда настолько не ядрёный что не ядрёный знаете как манго смузи с небольшим добавлением джинджера но не суть не суть все равно мы имеем некую пользу правильно правильно это сейчас у нас план сходить спортивный в еще один магазин тайгер и вы еще один магазин 4 магазина по плану а потом посмотрим вчера вовы выпал снизу но люди все равно гоняют на велосипедах конечно же здесь друзья вот он мой рай чтобы вы понимали сейчас мы туда пойдем с вами понимаете да это гигантский магазин вот этой вот великолепной фирмы ценничек этой фирмы тоже надо понимать 200 евро честно я не уверена что я готова себе покупать анарак за 230 евро на сколько тысяч 25 24 тысяч рублей но он чудеснейший просто чудеснейший брать не буду я бы хотелось бы что-нибудь от этого бренда у меня было два рюкзака одна куртка и шапка классная фирма это мне нравится сколько стоит красота 42 евро такую штучку я примерю обязательно это мой рай господь такие песни сумочки тут по 65 евро разных штатах есть классная на самом деле в общем тут и за наш фейс и потаконе и че только короче нету пойду мерить штучку просто это какой-то пупс выглядит я не с этим шарфом этот шарф вообще надо снять мне кажется мне такой не 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 Мне кажется, красная самая нормальная. Но не знали мне такая история, это тысяча рублей. Это точно и пульсильная покупка. Короче, здесь в магазине есть стенд небольшой, типа second hand, я не знаю, что это значит, может быть кто-то носил и сдал, не суть, я нашла три куртки, и они типа по супер сейлу, ну они в шикарном состоянии, они фактически новые, 100 евро. Ребят, ну мерим. Ну это мужской L, поэтому без вариантов, но на самом деле с узкими джинсами смотрелось бы ничего так. Но нет, наверное. Смотрелось очень флопно, а это оказывается мужской XL. Цвет классный, такая она шоколадная. Да, нет? Примеряете купальники, это я уже в спортивный пришла. Мы придем через пару дней. Класс, специфальный к мне нужен спортивный. Я, конечно, в Тайгере была недавно, мы вдруг что стоим, другое продают. Вы понимали, футболки Мари Мэка стоят 100 евро. Красивая, кстати. Наверное, все по 100. Да. О, сзади еще вот такая штучка красивая. Такой вот Мари Мэка. А я, на самом деле, подумала купить себе большую кружку для кофе. Она стоит 27 евро. Но пока думаю, нужна ли мне она. Если бы у меня сейчас был ребенок, я бы точно себе купила такую сумку. Просто гигантский мамский шоппер. Мари Мэка. Я походила по магазинам, купила себе только белые колготки. Я как-то не офис себя хорошо чувствуюсь, честно. Поэтому пойду полежу немного, выпить чай. Пила себе булочку и банан. Потом с вами увидимся. Нам Ксения подарила какой-то очень классный чай для нежной системы. Мне кажется, мы за вчера уже половину попили. Еще у меня теперь есть такой красивый вот браслетик. У нас убрались в номере. У меня тут таблетка аспирина. Мой банан с булочкой. Витамин С и чай. Честно говоря, мне кажется, я не болею. Это переакклиматизация. Мне всегда так в Финляндии. Ну, пока я жую булку, еле сдерживаю, чтобы не уснуть. Я, скорее всего, усну. Для тех, кто интересуется бегом, триатлоном, всякими длинными дистанциями. Очень крутой канал супружеской пары. Я смотрю их влог, как у них проходит день обычный. С тренировками, с питанием, с работой. И я... Просто кадр. И я подумала заказать у них... Сейчас скажу. Блин, вид у меня, конечно, треш. Заказать у них... Тренировочный план. Да. Лучший ракурс. На самом деле... Действительно. Не надо, что за хрень. Но в Финляндии у меня есть... Я надолго здесь. У меня всегда переакклиматизация. Когда мы в прошлый раз приезжали в Волу. Это тоже было зимнее время года. У меня просто первые три дня. Это был какой-то треш. Тогда еще немножко наложилось, что я передознулась с кофеином. Жестко. У меня ночью даже были галлюцинации. Но... Не суть. Я первые три дня... Просто... Знаете, не то, что меня вырубало. Я засыпала. Не было опций не поспать. Я отрабатывала. Либо я тогда немецким занималась. Я просто в ровно 12 часов доползала до кровати. И меня на секунду... Просто за секунду в глубочайший сон погружала. На полтора-два часа. И так было первые три дня. И плюс еще там разная другая симптоматика, которая тоже связана с переакклиматизацией. Там нарушение ЖКТ. Головной боли. И вот сейчас я просто ощущаю, что... Вчера мне к вечеру становилось хуже. И это никакая нифига не простуда. Ни температуры, ничего этого чисто. Просто организм мой... Почему-то... Недоволен, что мы спустились в гор. Воу! Лучший ракурс, это мои ракурсы. Что еще? Я только что проспала... Два с половиной часа. Что происходит? Друзья, это точно. Оно с мной повторяется просто то же самое. Проверим. Если завтра днем я не смогу не выдержать или лягу спать. Значит, у меня очень странное взаимоотношение с Финальдией. С прекрасным городом Олу. Я... Я бы могла спать и дальше. Уже два с половиной часа прошло. Я просто через какие-то звуковые стороны галлюцинации себя продрала. Я специально сейчас записываю это видео, чтобы взбодриться. Потому что я могу сейчас просто закрыть глаза и спать дальше. Но... Надо пойти поесть. До трех успеть. Потому что в шесть мы идем на ужин в ресторан. Меня Ксюша тоже позвала. И вписала меня в группу людей, которые туда пойдут. У них будет ужин именно по встрече научной. Которая была. И, собственно, к которой Тимофей приехал. Я буду вместе с ними. И надо в себя прийти. И в голову помыть. И вообще, короче, вот такой вот интересный влог получается, ребят. В котором два с половиной часа я просто спала. Сейчас я полежу еще. А еще для меня будет очень показательно. Я в ночь уйду обычно. Ну, потому что, блин, когда ты проспала днем двадцать с половиной часа. А ты не спишь двадцать с половиной часа. А заснуть будет в одиннадцать или в двенадцать очень сложно. Поэтому мы проверим, что со мной происходит. Не знаю, что может быть лучше после такого трипа. Это холодный джинджер, манго, маракуйя, что-то. Поэтому... Просто что вообще происходит? Может объяснить все? Я очень хотела опять купить ту рыбу. Как... Вчера. Но ее нет целый день. Поэтому я пришла, купила холюные... Вегетариан бургер. И... Я купила орехов. Орехов всяких. В йогурте. В коробках. Просто не могу все облить. Ну, что? Холюбургер. Блин, надо было просить, чтобы мне лук не добавляли. Я не люблю лук. Вот если что. Что там? АСМР. АСМР. Ой, он миленький. Небольшой. Блин, лук бы достать. Эм... Да, честно говоря, хотела я больше поесть рыбы с салатом. Это было бы более полезно. Для моего тела. Но сегодня... Ее либо все разобрали. Либо... Просто не приготовили. Так, онян достаем. Онян нам не нужен. Янкишон. Филиданг. Боже, как его достать. Чтобы соус остался. Эм... Да. Согласитесь. Странный блок получается. Конечно, не такой эластичный. А я вам говорила. А я вам говорила, что первый день он всегда такой. А потом... Уже не так-то просто удержать интерес. Вот сейчас я просто на камеру лук достаю из бургера. И вы зачем-то это смотрите. Ну, приятно. Я врать не буду. Ну... Блин, все. Еще кусочек. У меня... Вот муж у меня обожает. Обожает луку. Но везде добавляет там, где можно добавить. Типа фастфуда. А я нет. Ммм... Ммм... Соус купим. Все. Мой халими-бургер готов. А, подожди, я не налила себе... Брэй-джуис. Ой, очень его люблю. В самолете всегда беру его. А в самолете столько... Соков только... Брэй дают. Такой финский... Мерч. Приятный. Холодный, но он... Ммм... Так это его и наливают. Вкусно. Пробуем. Ну... Вкусно. Мне верно, что я второй раз бы выбрала. Как я это делаю в... Не второй, не третий, не десятый раз в Бургер Кинге. Беря веганский бургер. Ну... Неплохо. Поем. Победу. Все, пока. Я. Я. Там еще не показал орешки. Два... Пятьдесят семь евро, знаете ли. Ну, тут тяжеленько. Там вот такой вот сахар. Там вот такой вот сахар. Там, где я хотела, чтобы просто вот такие взять. Потом немножко понеслось. А эти фиташки... Не зеленые. Миндаль. Миндаль в карамели. А эти source. Я сниму. Салоны с паприкой. Телем что такие цукаты. другой вид милля соленый вкусно слушайте как то ускрипит надеюсь мои клиенты не слышат это сублимированная клубника лучше быть не могу и бабу я хочу кофе я только полчаса сегодня выпил но я знаю что мне будет то что плохо мне будет глючить надо хочу кофе ладно сейчас 3.20 у меня есть полчаса надо наверно пойти уже привести все в порядок потом посмотрим решила лучше еще раз успокоительный чай чем кофе кофе уже завтра попью о боже ну я так грущу уважаю что нам вы да мне 40 планируете ли путешествовать в этом году да планирую хотите шутку-минутку пошла мыть голову стою мою а это кондиционер она здесь почему-то за 100 евро за ночь нет шампуня в ванной помыл голову кондиционером потом пришлось мыло мыть не знаю такой себе я уже высушила почти волосы на сегодня хватит но завтра нам надо купить шампун они еще немножко влажны в общем я пытаюсь совершить какие-то сборы что более-менее выглядеть не так как я себя чувствую сейчас накрашусь немного я вас поставила на косметичку но ничего мы справимся немножко брови вот красив какое сделаю скажите как вы себя чувствуете ну собственно как вы знаете если вы смотрите мои влоги я не особо крашусь блин ну какая-то голова все равно дурацкая кажется не досохла еще ладно можно конечно успеть забежать за сухим шампунем но пофиг да по полу макияжа я крашу если крашусь я не крашусь каждый день только брови иногда еще эти ресницы только верхние раньше нижние тоже красила больше не крашу и у меня мои любимые есть ага сейчас я раскопаю их и найду и покажу вам или не покажу ща 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 господи электролит еще брала думала тренироваться буду не знаю что эти модули учитывая мои состояния да боже где я я что забыла я что а вот простите этот хаус румяно-жидкий упс немножко чтобы повеселее смотрелось оп 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 да вот такой вот я бьюти блогера вы что думали у нас все серьезно ах блин вот ли же я вообще не fresh вообще надеюсь в ресторане в который мы идем грузинский будет темно ах кошмар все мейкап завершен я накрасилась и уже оделась думаю что сейчас немножко помонтирую этот влог потому что он должен выйти сегодня и возможно у меня еще есть часик полтора ну пойду схожу все таки решилась если он еще есть сходить купить тот синий свет который вы вчера видели в том секунде носки маримеккл и что-то еще я там хотела купить и чашку по-моему в общем я в раздумьях амм да такие планы планы поменялись я демонтировала до этого момента влог и сейчас пять часов у меня час до ресторана и я еще сегодня никуда не пойду я просто полежу посмотрю youtube потому что мои планы youtube сегодня завершились в момент когда я уснула на два с половиной часа я чувствую себя получше у него были очки вот такой вот толщины я вообще должна что марка день рождения 3 2 3 3 4 5 5 5 6 6 9 10 10 9 10 12 11 12 11 12 14 14 15 15 16 16 18